Привет! Меня зовут Возриков Юрий, и это подкаст «Теперь понятно», где мы говорим о сложных вещах простыми словами, развинчиваем мифы и рушим стереотипы. И сегодня у нас в гостях Игорь Нестеренко, графический дизайнер. Всем привет! Здравствуйте! Всем привет! Вы графический дизайнер. И в принципе, что такое сам по себе графический дизайн и к чему он зачастую сводится? Какой это тип вообще работы? Вообще, если честно, заметил такую некую тенденцию, ну не знаю, я уже занимаюсь больше 15 лет этой деятельностью, что многие люди, когда спрашивают, чем ты занимаешься, отвечают, что ты занимаешься дизайном, и даже когда к графическим дизайном, говорят, что, а, это интерьеры, да, ты можешь квартиру нам сделать. То есть, это, наверное, будет один из первых стереотипов, когда люди под словом дизайн сразу подразумевают, что это что с интерьером связано. На что я отвечаю, что нет, это не интерьеры, и привожу самый банальный простой пример, который знаком каждому человеку. Графический дизайн — это визуальная коммуникация, и ее можно увидеть, например, в продуктовом магазине. То есть, каждая упаковка как-то с вами коммуницирует. Поэтому графический дизайн — это, ну, есть слово «графический», да, это какая-то некая графика. Вот, и эта графика как-то спроектирована, то есть, для каких-то целей. То есть, дизайн может быть создан для того, чтобы привлечь внимание, вызвать какую-то эмоцию, либо он может быть простым и служить, например, для навигации. Ну, например, навигация в аэропорту там или где-то на железнодорожном вокзале. То есть, там не надо вызывать какой-то вау-эффект. То есть, человек должен, просто увидев навигацию, понять, как ему пройти до конкретной точки какой-то. А какой тип работ чаще всего, скажем так, запрашивает заказчик? Да, на самом деле, все, что мы видим вокруг, ну, кто-то это же делает, соответственно, есть на это и заказы. То есть, я просто специализируюсь больше в разработке айдентики для каких-то проектов. Кто-то, например, делает сайты. Кто-то, например, занимается принтами на одежде, например. Кто-то верстает какие-то книги, журналы. То есть, ну, масса направлений. То есть, графический дизайн — это большое поле деятельности, есть много направлений. И, как правило, дизайнеры уже со временем, да, когда проработают какое-то количество лет и попробуют то или другое направление, ну, фокусируются больше на чем-то одном. И прокачиваются в этом, становятся специалистами. То есть, я вот больше в айдентику ушел. Мне это просто ближе как-то по душе и больше нравится. Что такое айдентика? Айдентика — это, по-русски это можно назвать идентификацией. То есть, чтобы одно отличалось от другого. То есть, например, чтобы кофейня, которая, например, у тебя есть, да, и тебе нужно ее задизайнить, чтобы у ней был свой фирменный стиль, так скажем. Еще фирменный стиль это называют. Это и одно и то же, и немножко не одно и то же. Чтобы твоя кофейня отличалась от других кофейн, например, на улице или в целом городе, да, если это город небольшой. Чтобы человек, придя в эту кофейню, ее запомнил и потом ее идентифицировал уже, например, в диджитал пространстве, например, в соцсетях, наткнувшись на какую-то рекламу, да, он понимал, что это реклама именно вашего заведения. Да, по каким-то графическим приемам, да, по какой-то графике вообще в целом. То есть, идентика это, ну, в простонародье фирменный стиль это называют. То есть, логотип это такой некий первичный маркер, который, собственно, маркирует там ваш проект, вашу компанию, вашу территорию или человека, там, персональный какой-то бренд. А идентика это уже, ну, мы говорим про систему. То есть, логотип это лого, тейп, отпечаток слова переводится, да, то есть, это пришло у нас еще там до промышленной революции. Там, в 19 веке, когда, ну, клеймили просто, не знаю, скот, да, вот, нужно было понимать, что этот бык мой, а этот не мой. То есть, ставили клеймо. Потом, в конец 19 века была промышленная революция, появилось очень много товаров различных, брендов, не брендов, компаний, да, различных, которым вот нужна была вот эта вот система идентификации, логотипы и все остальное. Айдентика это более широкое понятие, в него входит не только логотип, ну, и, как правило, цвета, какая-то цветовая палитра, вот, Coca-Cola, допустим. Мы же узнаем по красному цвету, что это Coca-Cola или там МТС, например. МТС не желтый, да, не зеленый, он красный. То есть, все, вот, мы уже как бы не можем себе представить Coca-Cola какой-то вот, ну, там, зеленый или желтый. Все, это уже в нас печаталось. То есть, там, шрифты подбираются для проекта, то есть, типографика, важнейший, наверное, вообще элемент айдентики. То есть, каждый шрифт, он разговаривает на своем языке. Вот, айдентика это большая система, а логотип это всего лишь первичный маркер. То есть, такой вот, просто один логотип. Да, кстати, еще вопрос касательно того, как именно, в принципе, вся айдентика влияет, в принципе, на условную успешность какого-нибудь бизнеса, который эту айдентику сказал. Ну, да, хороший вопрос тоже. Копии много сломано об него. Айдентика это, это вишенка на торте или, ну, в каких-то иногда случаях без айдентики просто ты на рынке не сможешь существовать без хорошей качественной айдентики. Если ты большая компания, например, у тебя все плохо с дизайном, с системой айдентики своей, да, какой-то логикой, то ты вырос в большую компанию и со старым стилем ты просто с конкуренцией не можешь на этом рынке существовать. Вот, но вообще в целом графический дизайн, ну, айдентика это как бы часть брендинга, а брендинг это часть маркетинга, то есть общего, то есть, если так вот разложить. Если, например, компания имеет хороший продукт, хорошую услугу, все у ней хорошо, но она не имеет вот крутого фирменного стиля, например, ну, или не крутого, а подходящего, да, под нишу, да, в которой компания существует, то, ну, просто ее могут целевые клиенты, аудитория, да, на которой она работает, просто где-то не заметить. И, то есть, соответственно, будет меньше трафика, меньше дохода. То есть я вот говорю всегда, ну, на примере кафе, вот просто моя любимая общепита, я как бы много чего сделал для общепита. Вот есть, например, заведение, например, это бургерная. То есть вот я прихожу, например, в эту бургерную, ну, вот какой-то первичный аудит, да, классный продукт, классный сервис, классный интерьер, классная локация, все круто, но как бы вот плохой графический дизайн, вот айдентика та самая. За счет вот этого небольшого, вот этой вишенки, которая сверху должна вот все это как бы накрыть, ну, или не вишенки, такой некий купол. То есть на этом можно много потерять. Хотя по ценнику, по стоимости, ну, эта услуга, как правило, стоит намного меньше, чем то, что вложено уже как бы вот в это заведение. Это аренда, это зарплата, это закуп продуктов. То есть вот нет этого дизайна, то, что, ну, люди же все равно как вот по одежке встречают, так же и заведение. То есть мы, проходя по городу, мы, ну, скорее всего, маловероятно, что зайдем в заведение, у которого плохая вывеска, как-то все криво, косо сделано. Ну, опять же, да, если у нас есть задача просто какую-то шоурму там условную съесть, то мы на это внимание не обращаем. Но если мы идем там со своей девушкой или женой в кафе куда-то, ну, хочется культурно посидеть, нам все-таки важно, как входная группа выглядит, как сделано меню, какая у него верстка, с какой бумаги сделана. Ну, то есть вот эти все коммуникации. То есть я, например, когда выбираю в незнакомом городе, куда пойти в заведение, я, например, ну, в Инстаграме, то есть в дубльгисе я нахожу заведение, захожу к ним в Инстаграм в это заведение и смотрю на фотографии, на картинки. Это тоже, ну, точка коммуникации. То есть если Инстаграм мне не продал это заведение, как там фотографии сделаны, какие-то, возможно, там тоже есть макеты, да, там какие-то акции подсвеченные и так далее, то, ну, я не пойду в это заведение. Хотя там, может быть, все очень здорово. То есть Инстаграм ведется плохо, например. Нет фотографий просто банально интерьера. То есть, ну, такие вещи бывают. Но это тоже большая, как бы, целая история, там, наука. Ну, то есть в айдентику вкладываться очень надо. Ну, надо, да. Причем брендинг вообще это постоянный процесс. Это не так, что вот мы заказали у дизайнера, он разработал все, а потом мы сами там как-то на коленке делаем. То есть брендинг – это постоянное обещание и подтверждение. То есть вот насколько существует долго компания, настолько долго, и нужно уделять внимание брендингу. Ну, не зря в больших агентствах, в больших компаниях есть свои внутренние агентства, которые за это отвечают, свои маркетологи, свои дизайнеры и так далее. То есть они постоянно это поддерживают как бы на одном вот, в одном ключе. Иначе, если будет сам заказчик это делать, ну, со временем это все будет выглядеть плохо. Как бы, да, очевидно, многие большие компания часто делают ребрендинг, и вот в последнее время, например, Киа вроде как сделали ребрендинг относительно недавно. Ну, ребрендинг надо периодически делать. Конечно, время-то идет. То есть я себе вот, например, в 2020 году сделал небольшой такой рестайлинг. Ну, тоже есть понятие ребрендинг-ристайлинг. Ребрендинг – это прям вообще там, когда все меняется, не только графическая часть, но и какие-то внутренние процессы в компании тоже меняются. Меняется философия, меняются какие-то там платформы бренда, то есть, ну, такие глобальные вещи. Это ребрендинг. А рестайлинг, когда у нас был вот один логотип, например, да, вот на кружечке, мы его подрестайлили, там немножко подтюнили, там шрифтик что-то поменяли, вот как бы и уже у нас снова логотип. То есть мы провели такой рестайлинг. Нужно ли, допустим, обязательно показывать заказчику несколько вариантов работы, или тут все зависит от того, что он потребуется? Да, писал я тоже как-то недавно заметочку по этому поводу, там, по своим соцсетям. Вопрос спорный, вопрос такой животрепещущий, многие дизайнеры об этом спорят. Вот кто-то показывает три варианта, кто-то пять вариантов, кто-то десять. Я чаще всего показываю один вариант, потому что когда я делаю там тот же логотип, ну, как правило, я не делаю один логотип, я делаю все равно какую-то некую систему. То есть показывая один вариант, я показываю одно решение. То есть тут я обуславливаю эту тему, объясняя, что я думаю не логотипами, а решениями. То есть если вот я собрал всю информацию от заказчика, и я понимаю, что то, что я сделал, вот решило какую-то некую задачу, то зачем мне показывать два варианта или три? То есть тем самым я тогда как бы с себя, получается, ответственность перекладываю на заказчика. То есть и он может тут начинать плавать, ну, то есть он не понимает. Если я уверен в одном варианте, я показываю один вариант. Просто я делаю хорошую презентацию, показываю, как это работает на носителях, как это будет потом примерно работать в жизни. В принципе, ну, зачем делать тройную работу, если можно сделать работу один раз? Да, кстати говоря, обращу внимание, что даже если показываю один вариант, то есть у меня-то в моем рабочем файле их там будет много. То есть я сначала сам выберу из своих вариантов, а потом уже его упакую в какую-то презентацию и покажу заказчику. Но бывает, опять же, так, что в процессе работы получается несколько вариантов, например, два или три варианта, которые мне все устраивают. И здесь я тогда уже показываю тоже их все, там, два или три варианта. Ну, просто вот какой лучше зайдет, какой больше понравится заказчику. Поэтому и так правильно, и так правильно. И, ну, здесь надо смотреть на свой, ну, скилл на свой уровень. То есть я новых заказчиков всегда прошу посмотреть на мои работы внимательно, работы. То есть нужно зайти ко мне на сайт обязательно, посмотреть все работы. Ну, не все там, ну, добрый десяток хотя бы проектов вдумчиво. Они все с описанием. Вот. И после этого у человека сформируется, ну, знаете, такое нравится-не нравится. Вот. Если нравится, если вам нравится, вот мой стиль, вы посмотрели мои работы, то давайте приходите опять, и мы уже с вами будем, ну, как-то предметно разговаривать. Если вам как бы нужно что-то другое, вот вы чувствуете, что по графике я делаю не так, как вам надо. Ну, то есть у меня есть какой-то определенный стиль, если на работу мы посмотреть, все равно какой-то почерк уже есть сформировавшийся. То есть я это говорю без кокетства, как бы, ну, просто я давно работаю уже, да. И если вам условно нужно, там, чтобы я вам нарисовал каких-то, каких-то рокеров там с черепами, ну, то есть я так не умею просто. И, ну, вам нужно просто найти того, кто это круто делает. То есть чтобы вы друг у друга время не отнимали. Поэтому, если нравится, welcome, приходите и, ну, и доверяйте. То есть я, если вы мне доверитесь, я вам все как бы сделаю хорошо. И для этого достаточно всего одного варианта. А часто ли бывает такое, что условный заказчик видит этот вариант, начинает плавать, ему начинает что-то постоянно не нравиться? Ну, я вопрос понимаю, да. Ну, честно скажу, в последние годы, ну, это прям вообще практически не бывает. Практически стопроцентное попадание всегда. Это, опять же, не из-за того, что я какой-то там невероятно крутой, а из-за того, что у меня просто есть опыт. И, то есть на этапе вот этой первой презентации, то есть я проделываю какую-то определенную работу в коммуникациях, да, с этим заказчиком, ну, то есть уже начинаю его понимать и делаю, в принципе, то, что нужно. Но, не знаю, там, бывает иногда вот там в этом году или даже в прошлом за весь год был один такой случай, что я сделал как бы не то. То есть я где-то не понял чуть-чуть. И мне заказчик, в принципе, очень адекватно объяснил, что я сделал не то. Ну, ничего, я сел и сделал то. Потратил еще пару часов и сделал то. Ну, то есть ничего страшного. То есть как есть такое понятие адекватность заказчика. Вот смотришь, ну, человек адекватный. То есть он адекватно, ну, тебе объясняет, почему ты сделал не то. То есть я тоже не всемогущий, да, и, ну, где-то могу где-то ошибиться. Все объяснил, что, ну, мы не туда просто пошли, не в ту степь. Давай вернемся и как бы немножко вот пойдем все-таки туда, куда надо. Все окей, ну, мне понятно. Все переделал, все нормально. То есть дизайнер как бы, ну, не надо вообще зациклиться на каком-то одном варианте. Ну, уметь думать сразу вот многими вариантами. То есть чтобы сделать хороший один вариант логотипа, ну, сделать надо 20 как бы. Самому для себя. Потом один выбрать, показать заказчику. А разве? Ну, это же вроде как очень затратно по силам делать много логотипов, самому из них выбирать. Ну, хороший дизайнер, который с опытом, он должен делать быстро и круто. Или круто и быстро. То есть, ну, можно так делать. То есть логотип, на самом деле, не сильно много времени занимает? Нет, не сильно много. Ну, я могу сделать какую-то первичную систему идентики за вечер как бы. Ну, сесть вот и сделать. То есть у меня большая насмотренность. Я просто понимаю даже куда посмотреть, чтобы, ну, возможно, что-то даже подсмотреть там в каких-то референсах. То есть у меня процессы, они уже отточены. Как бы я не сижу там, вдохновение не ищу там возле открытого окна. То есть я сел, все, у меня есть задача, я понял, понимаю, как ее делать. Я ее начинаю делать, и в процессе у меня как бы раз-раз-раз все, ну, появляется что-то. Ну, бывают, конечно, долгие проекты. Ну, тоже такое бывает. А как вот, в принципе, графические дизайнеры относятся к шрифту Ареал? Да, я надеялся, что этот вопрос будет сегодня про Ареал. Наверное, я бы сформулировал этот вопрос немножко не так. Вопрос бы звучал, наверное, как, есть ли вообще, существуют ли вообще плохие шрифты. Вот на такой бы вопрос я бы ответным вопросом спросил. Вот, например, шрифт Ареал — это хороший шрифт или плохой? Вот как ты думаешь, Юрсан? Ну, на самом деле, даже не знаю. Если я не ошибаюсь, то… Ну, да, в какую сторону больше тебя клонит? Вот хороший или плохой он все-таки? Ну, я думаю, скорее нейтральный, но, может быть, скорее плохой. Ну, вот нейтральный — хорошее слово. Ну, я помогу тебе, почему-то есть такой некий стереотип, что шрифт Ареал плохой. И мне вот у этих людей хочется всегда спросить, а по каким критериям вы это определили? Почему он плохой? То есть где-то просто услышали? Или, ну, у вас есть какая-то экспертиза вообще в типографике, и вы понимаете действительно, почему там, ну, графемы эти плохо нарисованы, да, этой гарнитуры. На самом деле шрифт Ареал, он неплохой. Там немножко есть с кириллицей проблемы, ну, вот с его кириллическими символами, знаками. Вот, но в целом это нейтральный гротеск, как там гельветика, например, там и так далее. То есть есть прекрасные те же примеры айдентики, да, которые построены именно на Ареале, то есть в которых используется чисто шрифт один Ареал. И они очень круто выглядят. То есть здесь вопрос не в том, плохой шрифт или хороший, а в том, умеет ли дизайнер с ним работать. То есть можно даже какой-нибудь Comic Sans взять, который тоже все уже там высмели и так далее, и на нем очень круто сделать. То есть шрифт — это инструмент, и этот инструмент, ну, с ним можно как бы обращаться очень посредственно, поэтому шрифт Ареал неплохой, вот. Нужно просто со шрифтами уметь работать. Шрифт — это инструмент. Теперь понятно. Теперь понятно, да. У меня, кстати, есть пример касательно шрифта Comic Sans. У нас один из преподавателей тоже говорил, что в проектной работе лучше использовать именно его, и особо не объяснил, почему. Но я полагаю, что тут уже скорее дело личного интереса, что, может быть, ему просто нравится этот шрифт. Ну, если шрифт подходит под эту задачу, то есть в этом контексте он смотрится уместно, какой проект, на какую тему? Зачетная работа. Зачетная работа пока непонятно. Ну, давайте я так скажу. Если вот крупными мазками брать, то все шрифты можно разделить на две категории. Это акцидентные, ну, и наборные. Акцидентные — это шрифты, которые привлекают к себе внимание. То есть у них очень необычные графемы. Ну, графема — это вот знак, да, там буква А, например. То есть она, это графема. То есть у нее есть вот треугольник, да, если заглавный брать, и какая-то вот перпендикулярная вот полосочка, да, там палочка. То есть вот так, так и палочка. То есть мы по этой графеме, по этим трем палочкам узнаем заглавную букву А. То есть и каким бы шрифтом мы не сделали букву А, то есть она будет примерно такой же, только, ну, отличаться уже какими-то деталями, элементами. Акцидентные шрифты — это шрифты, которые… их задача привлечь на себя внимание. То есть они необычной формы, они кричат, они как бы говорят, посмотри на меня. А наборные шрифты — это те, которыми набираются большие массивы текста. Ну, например, мы вот берем книгу. Мы же не будем всю книжку читать, которая набрана шрифтом, который привлекает сильно на себя внимание. Наоборот, в книгах хороший шрифт тот, который мы не замечаем. То есть мы погружаемся в чтение, мы читаем, время проходит незаметно, мы в контексте, мы в этой истории, которая в книге, да, описана. Но шрифт мы сами не замечаем. Шрифтовики, ну, мастера вот старые, да, школы еще, вот все говорят, что если вы, читая книгу, замечаете какую-то букву в шрифте, то шрифт плохой, значит. То есть мы читаем слова не по буквам, мы читаем сразу целыми такими вот кусками букв, или целыми словами, даже если они короткие. Поэтому типографика — это, ну, это целый мир, целая вселенная, я бы даже сказал. Вот, и вернувшись вот к твоему вопросу, каким шрифтом набирать, какой шрифт использовать в проекте, ну, нужно понимать, это шрифт акцидентный или наборный. Как правило, в проекте нужно два шрифта брать, ну, это такая классика. Один — акцидентный для каких-то заголовков, да, чтобы привлекать внимание. А второй — наборный, чтобы мы могли что-то подписать, чтобы человеку было понятно, чтобы он не мучился, когда читал большие массивы текста. Можно агентинку сделать на одной гарнитуре, ну, то есть на одном шрифте. Тоже такие варианты есть, то есть вариантов как бы много. Всегда ли дизайнер должен следовать трендам? Тоже вот вопрос интересный, и да, и нет на самом деле. Есть такие проекты, когда это актуально, то есть нужно быть актуальным вот в данный конкретный период времени. Вот условно я сейчас делаю, например, айдентику для какого-то фестиваля. Вот он, например, в 2023 году. То есть желательно бы его сделать так, как вот сейчас, ну, выглядит современный графический дизайн, с какими-то фишками вот современными. Если я делаю, например, айдентику для какой-то юридической компании серьезной, то здесь, наверное, нужно делать что-то такое, чтобы через пять лет будет так же актуально выглядеть, как сейчас. То есть более нейтрально. То есть здесь более акцидентно, а здесь более нейтрально. Это тренды — это как игра тоже. То есть иногда нужно, а иногда не стоит. Да, да. В зависимости от необходимости. Тренды хороши тем, что они в данный конкретный момент времени круто выглядят, но они будут, может быть, даже нелепо выглядеть уже на следующий год. И это прям видно будет, что они, этот дизайн из прошлого года. Не знаю, несколько лет назад все градиенты делали. То есть все было в градиентах. И сейчас как бы ты смотришь, и ты понимаешь, что это там 2019 год, например. То есть это прям вот чувствуется. Я прям вижу, как каждый год меняются какие-то направления, какие-то тренды. Если постоянно просто смотреть на… Ну, отслеживать дизайнеров, просто смотреть ленту в соцсетях, ну и вообще по сайтам ходить, каких-то студий, которые эти тренды формируют, то достаточно ярко видно эти тренды. Что было в прошлом году, что в этом году. Ну, как-то так вот. И причем это даже иногда сложновато на словах объяснить. Вот если сейчас хотите меня спросить, какой тренд в этом году, я даже это не всегда смогу сделать, потому что бывает вот что-то очень такое, знаете, вот неосязаемое. Но ты чувствуешь, что это вот сейчас, вот эта какая-то фишка пошла сейчас. А в прошлом году так еще не делали. Но вот градиенты — это просто яркий пример. Слово «градиенты» просто такое. Все понимают, что это такое. Вот были с градиентами прям очень много работ. И вообще он классный градиент. Мне нравится. Ну, да и сейчас можно сделать с градиентами. Это не значит, что три года назад делали, а сейчас нельзя. Нет, это обычный инструмент, обычный прием, точнее. В принципе, как должен выглядеть дизайнер, чтобы все думали, что он дизайнер? Ну, вот как я, вот похоже, что я дизайнер? Наверное, нет. Кто будет смотреть, точнее, слушать в виде подкаста, я одет просто в однотонной толстовке без капюшона, в синих джинсах и примерно такого же цвета тимберланах, ну, в обуви. То есть я, собственно, на дизайнера не сильно похож. Но тут, наверное, дело вкуса уже просто как человека. Кто-то хочет выглядеть очень акцидентно, там, как Артемий Лебедев раскрасил волосы себе, например. Ну, его уже и без раскраски волос уже и так все знают. Вот, кто-то очень нейтрально одевается. Ну, вот в Европе, например, люди вообще очень одеваются нейтрально, да. Вот хорошо это слово подходит. То есть это какие-то однотонные, достаточно без принтов одежда однотонная. Вот, все от настроения зависит. Летом мне хочется быть попестрее, там, в зимний период мне хочется как-то быть наоборот поспокойнее. Я очень много работаю с графикой. Через мой мозг и мою сетчатку глаза проходит очень много графики в течение дня. То есть я занимаюсь просто этим каждый день. Вот, и поэтому у меня дома, например, ну, не висят никакие постеры. То есть у меня стены просто голые. Ну, там, как бы, по-моему, там ничего особо не сидит. То есть я могу тоже одеть обычную футболку, на которой нет никаких принтов. У меня нет татуировок ни одной. То есть для меня графика это, ну, я ее не хочу видеть вот прям всегда. Мне иногда хочется А4 лист, чтобы он был чистый. Просто на него лицезреть вот на эту пустоту, чистоту. То есть это что-то вроде уже, скажем так, профдеформации, когда невосприимчивость к графике, она везде есть и надоедает. Ну, вот, например, насчет татуировок. Я к ним очень хорошо отношусь. Ну, точнее, я отношусь очень спокойно, нормально к людям, которые их делают. Без негатива. Ну, абсолютно. То есть я, ну, то есть к внешнему виду вообще мне нет. Хоть там кольцо будет огромное с бубенцом каким-то висеть до пола. Вообще без разницы. То есть я это в свое время в себе проработал. И как бы, ну, мне это очень спокойно и нормально. То есть как бы главное, какой человек там, да? Так, если вот без пафоса говорить. Вот, а татуировку я не делаю. Почему? Потому что, вот, опять же, про тренды. То есть есть татуировки трендовые, есть такие более какие-то, вот, может быть, консервативные, которые будут и через 10 лет будут актуальные. Но я понимаю, что мне, ну, графика быстро может надоесть, как бы, да? Я к ней могу привыкнуть. Опять же, там, татуировки многие делают с какими-то смыслами, да? Там детей своих там набивают и так далее. Никогда не говори никогда. Может быть, я к этому когда-то приду. Сейчас пока у меня нет такого желания. И, ну, прекрасно себя чувствую, как бы, без татуировок. Ну, то есть, возвращаясь к вопросу, дизайнер и его внешний вид, это уж точно не компьютер на перевесном, не знаю, какие-нибудь кеды и, не знаю. Да, это, наверное, больше к возрасту, наверное. Ну, то есть, когда ты, там, дизайнер типа студент или, там, только закончил какое-то обучение, там, тебе 20-25 лет, ну, ты просто будешь немножко одеваться, ну, в рамках вот этого возраста, так скажем. Ну, когда тебе, например, 40, ну, опять же, вот я, там, могу и так одеться, и кроссовки с кепкой одеть, и пиджак с галстуком. Ну, не с галстуком, ладно, пиджак просто, там, с джинсами, я не знаю. То есть, все от какого-то контекста, от какого-то места зависит, и от настроения самое главное. Дизайнеры же все разные, но есть какие-то некие психотипы, да? Есть экстраверты, есть интроверты, ну, таким если вот на два лагеря разбить. То есть, я, например, стопроцентно выраженный экстраверт. То есть, мне нравится коммуницировать с людьми, нравится с заказчиками встречаться. Вот на подкаст я с удовольствием пришел, там, ни секунды не думал, приходить или нет, там, придешь, конечно, приду. То есть, я, по-моему, даже быстрее ответил, что я приду, чем мне задали этот вопрос. Вот, то есть, мне нравится выступать публично, что-то рассказывать, делиться, там, каким-то опытом. Вот, есть интроверты, которые сидят в себе в своих офисах или квартирах, ну, тоже, там, работают на себя или на работодателя, где-то в студии, в агентствах. То есть, у них, у таких ребят, там, немножко другое настроение, другое, там, ощущение мира вообще. Ну, иногда бывает, что это и на дизайн влияет. Если посмотреть, у меня, наверное, мой стиль, он, ну, моему внутреннему я, как бы, он коррелирует с ним. То есть, у меня такое все, ну, цвета такие контрастные, чистые, ну, все так немножко, вот, такое бойкое, как бы, живое. То есть, бывают люди, кто делает очень так, ну, тоже круто делают. То есть, у меня сейчас вопрос не к тому, что лучше или хуже, просто в другой стилистике. То есть, у них как-то по-другому голова, ну, ощущение вообще жизни, ощущение, ну, окружающего мира, как бы, другое. Вот, и у них, соответственно, дизайн от этого тоже зависит. Ну, то есть, подводя, можно сказать, что по факту все дизайнеры, зачастую их работа зависит от их настроения и внутреннего мира. И в каком-то смысле их работа это отражение, их самих. Я вообще думаю, что люди, которые вот сильно подвержены эмоциональным качелям, они, наверное, даже не все в дизайн идут. Они могут быть художниками какими-то, ну, какими-то артистами, да, то есть, вот, то, что я вижу, то я там, условно, продаю. То есть, дизайнеры, это все-таки не надо еще забывать, что это не только про рисование картинок, это про решение каких-то задач, и, ну, то есть, это люди такие немножко более со структурированным складом ума, то есть, уметь раскладывать по полочкам, уметь решать несколько задач одновременно, и уметь еще, на самом деле, много чего, помимо того, как создавать сам дизайн. Я говорю, в моей профессии сейчас мне создавать дизайн – это самое простое. Что самое сложное? Ну, самое сложное, это, знаете, поговорка есть такая, придумал рубль, создал 10, а продал 100. Ну, то есть, вот, по мере возрастания, как бы, то есть, продать что-то – это самое сложное. Вот я придумал, например, стакан, вот он у меня в голове есть, это стоит всего рубль. Ну, как бы, если вот это на деньги переводить. Вот я его создал, вот я его придумал из глины там или как-то из керамики, я его сделал. Ну, это стоит 10, но это надо мне сейчас продать еще, чтобы, знаете, там, там, заработать больше и, там, запустить какое-то производство. Вот это самое сложное. Поэтому продажи в нашей профессии остаются, наверное, все-таки одним из самых сложных направлений, потому что, да, если у меня есть какой-то опыт и какое-никакое имя, там, уж я так без кокетства тоже скажу, и есть какая-то определенная сарафанка, ну, за годы наработанная, то, возможно, я еще более-менее себя нормально в этом чувствую. Хотя бывают, опять же, периоды, там, как пандемия, там, или еще известные, да, то есть, бывают, ну, какие-то затишья определенные. Вот, то есть, я дизайн, для меня сделать дизайн – это самое несложное, то есть, это зона моего комфорта. Вот, если ты работаешь на себя, нужно заниматься постоянно, то есть, нужно вести свои соцсети, как-то говорить о своей деятельности, рассказывать. В общем, продолжать продавать себя. Ну, как бы, да, я не люблю слово «продавать себя» вот в этом, в данном контексте. Ну, было бы неплохо, если бы просто хотя бы люди, окружающие тебя, знали вообще, чем ты занимаешься. И когда у них придет задача поискать дизайнера, они просто про тебя вспомнят в первую очередь. То есть, это делается для этого, это делается как бы на дистанцию. Ну, если это тебе еще самому нравится, то тогда вот вообще все хорошо. Мне это вот как бы нравится самому, да. Ну, по-моему, видно. Да, да. А может ли дизайнер научиться за полгода условно быть дизайнером и зарабатывать сто тысячи более? Нет, не может. И не верьте тому, кто это будет обещать. Вход в профессию, вот я всегда эту формулу транслирую, вход в профессию простой. То есть, чтобы быть дизайнером, тебе не нужно ничего одобрения, тебе не нужны никакие корочки, дипломы. Если ты где-то учишься, учись как бы, пусть будет. Но ты можешь сам себя спозиционировать дизайнером и быть им. Ну, то есть, это как состояние ума больше. То есть, врачом надо учиться, потому что, ну, а дизайнерам, многие дизайнеры еще до того, как они получают какие-то дипломы и корочки. То есть, вход в профессию простой, но чтобы выйти на какой-то уровень, ну, это уже сложно и долго. То есть, чтобы действительно начать зарабатывать дизайнером, нужно попотеть очень сильно и долго. Да, да. Это, вот, ребят, я честно скажу, вот я занимаюсь на коммерческой основе с 2006 года, ну, я этим занимаюсь просто каждый день, вот честно. Ну, там, за исключением каких-то, может, где-то перелетов, поездок. То есть, как правило, я все равно этому посвящаю каждый день и какое-то время. Пусть даже я не делаю, не создаю какую-то графику, но я что-то просматриваю, то есть, какой-то ресерч провожу, что-то, какие-то примеры смотрю, читаю статьи, как-то саморазвиваюсь. Там, в этом году я себе поставил задачу, например, ну, мне очень хочется, там, наших авангардистов поизучать, ну, наших и европейских, там, в Хутемас, Баухаус, да, вот эти две школы. То есть, в институте у меня как-то немножко это все там в одно ухо влетело, в другое вылетело, а сейчас в зрелом возрасте уже хочется это осознанно поизучать. И там много разных инсайтов и примеров крутых, которые я могу сейчас использовать, как в своих образовательных программах, так и в коммерческой какой-то деятельности. Поэтому, ну, за полгода, ну, я работаю со студентами, они уже больше полгода, они еще пока очень сырые, не скажу плохие. Есть талантливые ребята, есть там менее талантливые, но они еще сырые, им еще вот нужно заматерить. Практика, да. Я думаю, что на какой-то более-менее уровень выйти можно, думаю, годика через два, наверное. Вот плотные работы. Но, опять же, все еще от конкретного человека зависит. Кто-то более восприимчив к новой информации, кто-то более заряжен, кто-то более замотивирован, кому-то это просто больше нравится. То есть, опять же, еще такой момент. Дизайном нельзя заниматься, если тебе это не нравится. Ну, вот вообще никак. То есть, можно, например, быть водителем маршрутки, и тебе это не будет работа нравиться. Но ты сел, крутишь руль, едешь там по какому-то кольцу. При всем уважении, как бы, к водителям маршруток, да. Да, но это другая немножко специфика. Вот, дизайном нужно вот прям, ну, как бы болеть, жить вот этой темой желательно, чтобы прям вот это твоя среда была, и там уже какие-то новые смыслы там, и какую-то графику придумывать уже самому. Желательно этим вообще жить, чтобы это не… То есть, не быть дизайнером только на работе. Это как, знаете, про шпионов, да, говорили, что шпион, он шпион вот всегда, а не только там на задании. То есть, он вот все, он шпион или там агент какой-то. То есть, дизайнер — это вот он дизайнер, он в любом проявлении, там, в быту, ну, он дизайнер как бы, и все. Да, кстати, вот насчет нейросетей. Сейчас они очень активно развиваются, и, в принципе, профессия дизайнера, возможно, отходит ли она на второй план, исходя из всего этого. И я видел в интернете, многие даже дизайнеры как бы были недовольны тем, что нейросети начинают становиться популярнее и все более умнее. Так вот, в чем вопрос? Умрет ли профессия дизайнера с совершенствованием нейросетей? Вообще, чтобы правильно ответить на этот вопрос и как-то логически вывести какой-то ответ, то есть, нужно вообще подумать о том, а правильно ли вообще мы формулируем этот вопрос? Почему именно он всегда звучит так, что нейросеть должна убить какого-то дизайнера или сообщества дизайнеров, или сообщества художников? То есть, кто-то так изначально этот вопрос поставил, и все только по этому направлению начинают думать и искать там ответ. Я не ставлю так вопрос, я ставлю вопрос так, что нейросеть — это помощник, наоборот, это инструмент. Ну, как фотошоп. В фотошопе мы же тоже, чтобы нам картинке придать, не знаю, условно, эффект, нарисованного мелом, черным углем, например. То есть, мы же тоже это не вручную делаем, но фотошоп ведь как не убил каких-то там дизайнеров. Фотошоп — это инструмент яркий, не то чтобы яркий, это буквально инструмент, который помогает нарисовать. Нейронка тоже самый инструмент. А нейросеть она может сделать. Она сама не сделает, пока ты ей не задашь какие-то параметры, промты не пропишешь. То есть, ты как инженер. То есть, сама нейросеть, она без твоего указа, как бы и без твоего запроса ничего тебе не сделает. Ну-ка, а что она будет делать? То есть, ты спишь, там вообще делами занимаешься, она что-то там делает, что ли? Так же не бывает? Соль в другом заключается. То, что какой-нибудь условный Васька может расписать те самые промты по своему желанию и получит полноценную работу. Ну, как смотря какую работу, как бы. То есть, нужно это воспринимать как благо и посмотреть на это по-другому. Я, наверное, так просто сейчас формулирую. Чтобы мы сейчас не уходили в эзотерику, в какую-то абстракцию, какой-то Васька, это как бы очень далеко. То есть, я знаю, как, например, моя работа строится. И мне нейросеть может где-то помочь. Ну, не где-то, я знаю, где конкретно. То есть, она мне может, например, помочь с какими-то, ну, вот с этой вот графической рудой. То есть, вот у меня есть, например, направление, как мне хочется там логотип сделать. Я задал, например, промты прописал, она мне накидала вот этой руды. А я из этого уже как бы ищу золото и уже дорабатываю как бы вот уже своей живой рукой, так скажем, и живым мозгом. Уже дорабатываю это в какой-то осязаемый продукт. Там, условно, если мы говорим про логотипы. Или мне, я художник, мне, например, не хватает какого-то ракурса. Правильного. То есть, я промтами прописал этот ракурс, получил референс и уже по нему, например, там срисовываю или дорабатываю изображение. То есть, это инструмент. И на самом деле он не такой простой, как кажется. То есть, все вот, многие думают, что кто с нейросетями не работал, что вот ты три слова прописал, все получил и все прям, все закрыл, все, все, весь проект у тебя закрылся. Так не будет как бы. Но, опять же, нейросети, они развиваются там и так далее. Ну, короче, это просто нужно понимать, что это инструмент. И нужно его просто изучать, чтобы вот как раз-таки не слететь с дороги. То есть, вот я дизайнер, у меня есть определенный бэкграунд, определенный опыт, знание определенных инструментов. И если я еще этот инструмент буду хорошо уметь юзать, я буду еще сильнее просто. Вот как надо об этом думать. То есть, использовать нейросети, скорее, как помощника, нежели врага. Сто процентов, двести процентов. Хорошо. Насколько сложно вообще, в принципе, в Сургуте создать супер-пупер дизайнерскую студию по типу студии, как у Артемия Лебедева? И вообще, если у вас, возможно, уже такая команда или что-то подобное? Нужно еще уточнить вопрос, а она нужна вообще здесь? Ну, то есть, ее обязательно создавать? Просто многие думают, что у дизайнера обязательно вот такой шаблонный путь. Вот он сначала сам дизайнер, а потом он обязательно должен студию свою создать. Это совершенно не так. То есть, я могу всю жизнь работать от своего имени, ну, привлекая периодически на тот или иной проект какие-то руки. То есть, они у меня есть. Но для этого не нужно какую-то студию, офис и обязательно это каким-то названием назвать. Ну, то есть, я раньше так тоже думал, если честно. Но последние там 2-3 года, вот, наверное, с 20-го, с пандемией, то есть, у меня полностью этот шаблон разрушился. И, ну, можно делать интересные проекты и в одного, и привлекая каких-то ребят. А можно вообще, ну, и не только дизайном заниматься, можно свой продукт какой-то развивать, на нем зарабатывать. Можно ввести свой какой-то YouTube-канал, например, да. Это же тоже дизайн. То есть, ввести YouTube-канал. Вот у меня есть YouTube-канал. Не из РТВ, кстати, подписывайтесь. Вот. И сделать, как каждый ролик, к нему сделать превьюшки какие-то и так далее. Это тоже целый дизайн-процесс. Снять это все там. Или это скринкаст, или съемка, да, там, на что-то. Это, ну, дизайн — это целый процесс, как вот проектирование. То есть, ну, если думать, что дизайнер должен обязательно иметь свою студию, когда он уже там как-то созрел и сам научился уже там все делать, ну, это не обязательно так. То есть, к студии — это же, ну, это, во-первых, привязка, если мы говорим про какое-то оффлайн-пространство. То есть, это офис, это привязка, это лишний, ну, кому-то лишний, кому-то не лишний, это трата денег, да. Вот. Я себя чувствую очень, наверное, хорошо сейчас, вот, когда я… Ну, это называется фрилансер, но мне это слово тоже не очень нравится. Ну, свободный дизайнер. Вот мне больше по-русски нравится, как звучит. Фрилансер — это что-то, вот знаете, когда люди… Вот, кстати, тоже давайте этот последний мифом сейчас, наверное, мы завершим нашу беседу про фрилансеров, что это вот ребята, которые там лежат в гамаке где-то на пляже, и вот как-то у них зарабатывают много-много денег, ничего не делают и лежат вот с этим ноутбуком. Но это тоже вот такой стереотип, что если вот в него верить, ну, просто я не знаю, ребята, тогда как бы надо… Ну, тогда можно верить в плоскую землю там и так далее. То есть, где бы ты ни находился, нужно работать как бы желательно в каких-то комфортных условиях. Я если уезжаю куда-то там за границу, там в Таиланды какие-то, вот раньше мы ездили постоянно, то я работаю, стараюсь, во-первых, не сильно работать, во-вторых, если я работаю, я все-таки отдыхать еду, то это в номере с закрытыми шторами, с включенным кондиционером, и сидеть и работать как бы, а не вот там сидеть на пляже там, ну, это какой-то бред, мне кажется. Вот, и чтобы вот не было такого вот стереотипа, вот я, ну, себя не очень люблю фрилансером назвать, я себя называю просто дизайнером. Человек, который работает. Да, дизайнер – это человек, который занимается этой деятельностью, у которого определенный склад ума, какой-то есть опыт там и так далее, ну, фрилансер. То есть, а если я сейчас пойду там, буду коллаборировать с кем-то, я уже буду фрилансером или не буду? Ну, то есть, как бы, я просто, я дизайнер. Блин, дизайном заниматься – это графический планшет, ну, не знаю, вот у меня все. Ну, в общем, должно быть. Это компьютер, клавиатура. Хорочее пространство. Как бы, да, то есть ты сидишь, у тебя желательно целое вот какое-то вот место должно быть, чтобы ты как бы качественно что-то сделал. В идеале все это разграничивать. Ну, что ж, я думаю, что мы действительно можем как бы подвести к заключению. В принципе, весь этот диалог о дизайне и всех его отвлеклениях и разрушении его мифов. Спасибо, Игорь. У нас в гостях был дизайнер Игорь Нестеренко. Мы говорили о дизайне и его мифах. И это был подкаст «Теперь понятно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова